Первый F-35 с раскраски израильских УВС приземлится на базе Неватима Нагива в декабре 2016 года. Пока же на базе приземлился первый серийный полетный тренажер. Для будущих F-35 уже выбрали первых пилотов, сейчас они начинают проходить практическое обучение. За штурвал машины в воздухе израильтяне сядут в следующем году в США, после того, как наберут достаточное количество летных часов перед этим экраном. Ален Норман, главный пилот-испытатель корпорации Локхит Мартин, именно он сидел за штурвалом самой первой машины. Сейчас он делится опытом, попутно объясняет о преимуществах самолета. Если я хочу получить сразу всю информацию, я могу вывести ее на экран одним нажатием кнопки. Я, например, могу видеть все самолеты в моем оперативном пространстве и решить, представляют они угрозу или нет. Американцы предпочитают не говорить о конкретных типах целей, с которыми может справиться машина. Замечают лишь, технология стелс позволяет оставаться незаметным фактически при любом сценарии. Вижу цель, захват. Могу открыть огонь. Ракета пошла. На экране инфракрасного слежения отчетливо виден силуэт Су-30, или 35. И опять же,同じ результат. Ф-35 в автоматическом режиме определяет и классифицирует наземные воздушные цели. Так что пилот в доле секунды может сравнить свои возможности с возможностями потенциального противника. Из всех машин, на которых я летал, это и управлять проще всего. Пилоту будет легко переучиться с другого типа самолета. Вот, например, рукоятка управления напоминает такую рукоятку ВФ-16. Пилоту В-15 будет еще проще из-за упрощенной системы навигации и управления. Сейчас на машинах четвертого поколения пилот вынужден активно задействовать радары, вспомогательные системы, сам в голове обрабатывать поступающую информацию и соотносить данные с первичным планированием операций. В В-35 система выдает уже скомбинированную ситуационную картинку. Пилоту остается лишь решить, какое действие предпринять дальше. Сейчас на слуху решение России поставить в Иран систему С-300. Израильские летчики на этот вопрос отвечают скупо, взвешивая каждое слово. Ф-35 один из лучших самолетов в мире, увеличит наши возможности противостоять всем угрозам в регионе. С-300, если система будет развернута, бросает вызов израильским ВВС. Однако ВВС принимает это в расчеты и готовится к широкому спектру угроз и различным оперативным сценариям. Если потребуется, мы сможем дать ответ и на этот вызов. Сложно сказать себе в удовольствии подержаться за гашетку Ф-35, пусть и на тренажере. Мэтт Клайверт, подполковник ВВС США в запасе, боевой пилот. Летал в Афганистане, Ираке и Ливии. Сейчас на пальцах объясняет, где, что и как. Информация со всех сенсоров и систем контроля как бы сливается в одно целое. На экране вашего компьютера появляется полная тактическая картина вокруг. А сейчас какие типы целей мы видим на экране? Все треугольники — это наземные цели, все квадраты — воздушные. И мы можем одновременно держать все под прицелом и атаковать? Почти одновременно. Нужны доли секунды, чтобы переключиться, скажем, с наземной цели на воздушную. Однако истребитель обычно не летает один. Все самолеты боевого звена, находящиеся в воздухе, обмениваются между собой данными. Каждый пилот может видеть то, что видит другой. Такого рода синергия позволяет выработать оптимальный вариант для уничтожения цели. Предположительно, мы сейчас вылетаем в сторону Персидского залива, где уже дислоцированы системы С-300. За сотни километров до потенциальной угрозы включаем пассивную систему обнаружения. После этого снижаем собственную видимость, включаем электронные системы подавления, и, как говорят разработчики, прямо над целью уничтожаем противоракеты обычными бомбами свободного падения. Андрей Кожнов, Миктовосов, информационная программа «День», 9 канал.